Да, друзья, у нас 16 числа вебинар в 20 часов. Это последний вебинар для людей мудрых в возрасте, потому что это вебинар, как сохранять в себе красоту и молодость, энергию молодости, драйв молодости, вечно, вечно сохранять. Ну, как я сохраняю с помощью ключа. Потому что у каждого из нас душа молодая, несмотря на возраст. А вот эти все напластования телесные, которые есть, оказывается, можно сбрасывать, убирать, включая эндорфиноподобные гормоны, потому что у нас большая связь между сознанием, организмом. И вот ключ – это точка пересечения между умом, сердцем и телом. И когда все согласовано, а это делается с помощью. Ну, короче говоря, на вебинаре все будет антоно. Но я здесь хотел сказать немножко и о другом. Дело в том, что почему последний вебинар для людей мудрого возраста? Потому что это для омоложения. А сейчас мы будем переходить для молодых. Для молодых, чтобы они не становились старыми так быстро, как некоторые из нас старели. Для того, чтобы они меньше делали в жизни тех роковых ошибок. Для того, чтобы они больше свой творческий потенциал могли быстрее понять и реализовать, чтобы найти своё место в жизни. А я вам сейчас покажу. Несмотря ни на что, несмотря ни на возраст, несмотря ни на какие бытовые неурядицы, я, например, человек молодой, человек счастливый. И мне вот недавно написали, что вы счастливы, потому что несмотря ни на что вы сумели сохранить себя. То есть вы сохранили своё творчество, которое даёт жить другим. Я этим счастлив. Я полезен, оказывается. И я думаю, что и вы полезны. И каждый из нас полезен, если находит себя. И для молодых это будет очень важно. А для нас, для мудрых, друзья, у нас есть бесплатные ликбезы. Если вы открываете на YouTube, на моём канале, подписывайтесь, кто не подписан. И там, на главной странице, плейлист «Бесплатные ликбезы». И там по 3-4 часа, по 2 часа, подряд, выходят в Zoom. И там дают друг другу советы. Там смотрите, и вы всё там получите бесплатно. И вот ещё. У нас есть два сайта. Сайт с видеоматериалами историческими, раритетными. Это stress.su. И у нас есть новый сайт, который давно ведёт Фёдор Макаров, наш сценарист, с которым мы в своё время писали книжку «Национальная идея России. Генератор будущего» Фёдор Макаров. Это сайт, который называется «Хасай.ру». Рекомендую. Там очень много разных страниц, очень много интересного. Рекомендую. Итак, «Хасай.ру» сайт. А теперь я вам вот что хотел сказать. Вот видите, ангел-велосипедист. Ко мне, вон картина рядом стоит, вон она с той стороны. Я её очень долго рисовал, потому что мне надо было, чтобы колёса крутились. И мне помогал коллективный разум. Это участники нашей школы «Человек будущего» Хомофутурус. Я выставляю картину. И на её примере они дают мне советы, что улучшить, что снять, что доработать. И в конечном счёте получается картина «Ангел-велосипедист». У меня ещё две картины, которые я хочу показать, поэтому не отходите от экрана. Итак, колёса крутятся. Приходит ко мне Роман Газенко, мой друг, с Яной. Яна сфотографировала картину и сделала мне в подарок на майке. Короче, об этом, как на майке, картины делаются мои. Я вам потом расскажу. Теперь я вам хотел вот показать картину. У меня, значит, есть картина, которую я тоже долго-долго рисовал. И я написал Андрею Зорину, как тебе эта картина. А он посмотрел и говорит «Сказочный городок». «Сказочный городок». Ну да. Кстати говоря, кто не в курсе дела, у меня картины хорошие, потому что это авторская живопись, ни на кого не похожая. И в этом отношении у меня есть, например, для вас, чтобы вы посмотрели на эту девушку в этой шляпе. И тоже в коллективном разуме написали мне комменты, что добавить, что убавить. Может быть, там глазики более кокетливые сделать. Может быть, наоборот, всё хорошо. Кому как нравится. А может быть, не убавить, не прибавить. А может быть, не убавить, не прибавить, говорит Наташа Кузьмина, которая помогала мне в коллективном разуме это делать. И сегодня она помогала мне её дописать, чтобы я вам показал. Потому что Наташа Кузьмина книгу сдала в издательство. Я это специально сейчас говорю, потому что мы этот ролик пошлём. Литагенту Нелли нашей Зариповой, которая все наши книги помогает издавать. Она покажет там, в издательстве, что мы уже рекламу книги делаем, что запрос уже есть, что все давно ждут. Семь лет она её писала. И, наконец, она её сдала. И я думаю, Беларусь будет счастлива. Ну, мы, конечно, в России тоже будем счастливы. Чего смеёшься? Не семь лет. Я её иногда называю «Белорусский партизан». Ну, а что тут плохого? Это как раз хорошо. Теперь дальше. Посмотрите. Мне Андрей Жорин дал название картины, которая... Вон там вот. Наташенька, дай, пожалуйста, вот эту картину. Да, сюда. Сюда дай её. Прибрись. Дай сюда. Да, вот этой картине он дал название «Садовник Иннокентий». Смотрите, глаза какие. Кстати говоря, я тоже рисовали коллективным разумом. Многие участники школы «Человек Большего Хомофутурус» давали советы. И в основном все отметили глаза, что у него такие глаза влюблённые. Ну да, влюблённые. Вот он, «Садовник Иннокентий». И вот Андрей Жорин. Я сейчас к нему обратился с просьбой. Я написал пять версий одной картины. Вот это последняя версия. Последняя версия. Но он выбрал из пяти версий третью. Третью я покажу в следующий раз. Третью покажу. Вот она у меня сфотографирована. И он её назвал. Третью картину назвал. Сейчас я вам прочитаю. Что же он мне написал? Не уходите пока. Он мне написал. Это же в зеркальце смотрит. Смотрится в зеркальце. И он написал. «Посмотри на себя, ты совершенство». Это третья. Третья картина. А пять этих картин он написал. Пять, как он написал. Пять. Ну, не три птиха. Пять. Пять. Ну, вы мне подскажите. Я вот забыл это слово. Когда не три птиха. Вот. Вот. Сейчас. Сейчас. Секунду. Пять. Вот. 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 Пяти птих. На, Андрюшка. Пяти птих. Да, написал. Пяти птих. Но среди них выбрали третью. Он выбрал третью. Посмотри на себя, ты совершенство. Там зеркальце. Эта картина еще раз покажу. А это уже пятая. Пятая версия. Да. Да. Вот. Вот зеркальце смотрит. Итак, друзья, я вас всех с весной поздравляю. Весна идет, погода как-то у нас колеблется, многие чувствуют ее давление. Да, я тоже чувствую, но я сбрасываю, несмотря ни на что. На вебинаре, который пройдет у нас завтра, 16 марта, 20 часов, в Zoom, когда начнется трансляция, мы дадим сбросить ссылку на Zoom. Выходите, пожалуйста, все. Не стесняйтесь задавать вопросы на любую тему, кроме того, что это тема по сохранению красоты и молодости и включения вот этого психоэндокринного баланса молодого в любой момент и в любом месте по якорю, который мы там будем у каждого вырабатывать. под контролем индикатора напряжения. Это будет здорово, друзья. Итак, до встречи. И потом мы уже будем посылать всех на бесплатные ликбезы, которые опубликованы. Смотрите. Вебинары больше эти делать не будем, а будем делать только для молодых. Чтобы они развивались, были здоровы, счастливы, как мы, да, и могли учить своих детей, внуков и правнуков, чтобы мы все были живы. Как сказал однажды мой знакомый, который прилетал ко мне в Махачкалу, еще в Центр защиты от стресса, который даже со мной подрался, потому что он все время со мной конкурировал. Вам говорят, не надо писать стихи, потому что он считал, что на стихи пишут лучше. Но он тогда написал одну удивительную вещь. Это была строчка. Была бы жизнь, а смысл найдется. До встречи, друзья.